Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сейчас хочу представить вам мою статью, которая называется «Почва и жизнь. Лес и истинное богатство. Заповедник». Эта статья является главой моей будущей книги. Оглавление её таково. Первое. Почва – начало и конец жизни. Второе. Как формируется, накапливается, сохраняется почва человека-земля. Третье. Попытки изменить катастрофические последствия вырубки лесов. Четвертое. Что могут дать леса человеку? Пятое. Роль лесных заповедников и зачем я создаю лесной заповедник? Шестое. О минералах и здоровье. Итак, первое. Почва – начало и конец жизни. Без почвы невозможна жизнь на суше. По крайней мере, жизнь большинства растений и жизнь самой биосферы планеты Земля в целом. Чтобы понять эту наиважнейшую тему, я в полной мере, но очень кратко расскажу, что такое почва, как она формируется и что нужно знать всякому, уважающему себя, разумному и культурному человеку. Говоря простым языком, почва – это верхний, тонкий, ну, примерно от 2-3 см до 2-3 м плодородный слой земли, земной коры, образованный совокупностью органических и неорганических элементов и соединений, обладающий плодородием, то есть главным качеством и свойством, отличающим почву от горной породы и обеспечивающие растения основными необходимыми условиями развития и размножения. Почва формируется переработкой органики, то есть опавшие листвы, упавших стволов деревьев, тел погибших животных и так далее, почвенными микроорганизмами, бактериями и грибками, а также высшими грибами, например, ротовиками и почвенными грибами, также почвенными червями и другими организмами, до биогумуса. Почва – это связующее звено живой и неживой природы. В глобальном плане она есть результат взаимосвязанного воздействия на горные породы климатических факторов и живых организмов. Существует много типов почв по структуре, составу и прочим характеристикам. Есть строгая и точная их классификация. Этим занимается наука почвоведения. А вот гумус – это как раз перегной, гумус – это темно окрашенное органическое вещество почвы, результат разложения органики. Гумус – это главное богатство человека и залог высоких урожаев в народном хозяйстве. Ни золото, ни нефть не сравнятся с почвой по значимости и ценности для жизни человечества. Ведь даже золото и бриллианты становятся никому не нужными пустышками, мишурой, когда приходят войны и иные катастрофы. Тогда все прежние богатства теряют в цене, вернее, они приобретают подлинную истинную их ценность. А именно, в сотни тысяч раз ниже искусственно созданные в сытые и беспечные времена, а настоящим богатством становятся, осознаются всеми запасы еды и самого необходимого – семена, хозяйственный инвентарь и, конечно же, почва. То есть земля. Земля в широком смысле этого слова. Родная земля. Земля-кормилица. Процитирую Пушкина. «И был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет». Вот как раз об этом речь. О том, что реальные ценности существуют, они искусственные, не эфемерные. Чем плодороднее почва, тем проще. Больше и быстрее можно с нее получить урожай, зерна и плодов. А формируется плодородный слой гумуса именно лесами. В лесу этот верхний плодородный слой почвы с его листовым и прочим опадом, в котором кипит жизнь миллиардов микроскопических существ, без которых невозможно образование биогумуса, это есть лесная подстилка, почвенный горизонт. Самые богатые минералами плодородные почвы формируются широколиственными лесами, вечно и самообновляющимися сложными экологическими системами, на вершине которых стоят дубы, грабы, буки и прочие исполины. К примеру, хвойные леса дают всего один сантиметр плодородного слоя почвы в сто лет, а широколиственные леса тот же сантиметр за один год, то есть сто раз быстрее. Именно широколиственными лесами были сформированы когда-то все легендарные черноземы, иные самой плодородной почвы с высоким процентом биогумуса. Эти процессы шли тысячелетия, а степь перешла на смену лесов благодаря не лучшей хозяйственной деятельности человека, то есть выжигание и рубки лесных реликтовых массивов или послемасштабных пожаров с последующей естественной сукцессией, то есть сменой природных сообществ из лесов в степи в данном случае. Так вот, накопление больших слоев чернозема говорит о длительном существовании подобных лесов когда-то в этой местности. Второе. Как формируется, накапливается, сохраняется почва человека-земля? Если в степях без чрезмерного влияния человека почва только сохраняется, то в лесах она образуется и накапливается. И вот как это происходит. Листва образуются на ветвях деревьев и кустарников за счет энергии солнца, углерода из атмосферного воздуха и почвенных минералов, полученных с водой, растворенных в ней через корневую систему растений. В процессе усвоения растениями многих элементов из почвы важную роль играют не только черви и микроорганизмы, но и грибы. Про симбиотические отношения грибов и растений стоит сказать отдельно. Грибы – это не растения, а отдельное царство живых организмов. Высшие базидеальные грибы делают для растений более доступными минеральные вещества и обеспечивают корневую систему растений большей поверхностью всасывания воды за счет образования микориз, то есть симбиотических связей корневой системы растений с мицелиями грибниц. Такие симбиотические взаимовыгодные связи в экологии называются мутуализмом. Грибы же получают от растений углеводы, аминокислоты и фитогормоны. Грибы дают растениям и специфические антибиотики для подавления развития низших плесневых и иных низших грибов и бактерий и роста растений, например, гиберелин – гормон молодости, если можно так его назвать, и ускоритель роста для растений. И многие другие специфически важные вещества дают высшие базидеальные грибы для растений. В природе все грибы – это лекарства для животных, и они их потребляют для лечения и для профилактики. Этими знаниями когда-то обладали и наши предки. Ну а теперь нам только предстоит прочесть, познать заново эту живую книгу природы. Так вот, этим занимается наука фунготерапии в настоящее время. И у меня на канале в YouTube есть отдельные видео, целый плейлист про лечебные грибные препараты, про свойства лечебных грибов. Смотрите обязательно. Да, очень важный момент хочу сказать. Я настоятельно вам рекомендую подписаться на мой данный вот этот канал. Кто еще не подписался, и не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, очень важные видео, которые периодически выходят. Ну а нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео на вашу почту. И уже не забудете посмотреть те видео, которые будут вам интересны. Также я прошу поделиться моими видео, если вы сочтете это необходимым. Если они вам понравятся, вы поймете, что для людей они важны. С друзьями, знакомыми, родственниками. Подпишитесь на мои также сайты по здоровью и на сайт по продуктам надгор.ру, если сочтете это нужным. Листья дают первичную органику, биомассу в экосистеме, за счет которой живет вся биосфера. Листья это и кислород, и основа для всех пищевых цепей и сетей в любой наземной экосистеме. А плоды растения это концентрат энергии солнца и минералов земли. Это самый высокоэнергетический продукт. И это есть видовая пища для человека. Именно в листьях, точнее в хлоропластах листьев, благодаря зеленому пигменту хлорофилу, идет сакральный процесс, известный всем со школьной скамьи. Это фотосинтез. И именно благодаря этому процессу мы с вами живы, как и живы все остальные животные на нашей планете. Но листья живут не вечно. И, соответственно, с сезоном года падают в лесную подстилку, образуют слой опада, пищу для почвенных организмов и основу для формирования верхнего слоя почвы гумуса. Чем глубже внедряется корневая система деревьев в подпочвенные слои, тем больше и разнообразнее минеральный состав почв. А это не только залог плодородия, но и залог полноценности минерального питательного состава плодов для всех лесных и иных жителей, и для человека в том числе. В последние десятилетия и даже столетия почвы становятся все более бедными по содержанию минералов и, в первую очередь, по микроэлементам кремний, селен, литий, йод и другие. А это, в свою очередь, явилось причиной неполного заложенного природой минерального состава плодов и трав, выращенных на этой почве. И одной из причин многочисленных болезней, именно по причине недостатка этих важных минералов в почвах. А ведь постоянный хронический недостаток нужного количества органических минералов приводит к ослаблению иммунитета, нарушению процесса биосинтеза белков, гормонов и дефициту других сложных и жизненно важных соединений в организме человека. Что в долгосрочной перспективе приводит к тяжким болезням, угасанию и более ранней смерти, нежели положено от природы. Такая проблема есть, но почти не освещается в СМИ. И даже многими медиками, учеными непонимаемая. Просто не задумываются люди над этим. Почва должна быть не только плодородной, то есть рождать плоды, но и быть богатой по пищевому составу. В первую очередь, по незаменимым компонентам, по всем веществам, которые мы не можем сами синтезировать в своем организме. И это микроэлементы, микро- и макроэлементы. Белки-то как раз синтезируются в рибосомах из аминокислот, кто не знал. Отчего произошла эта беда? Что современные почвы, даже те, на которых выращиваются органические продукты питания, уже не содержат в своем составе те питательные вещества, которые должны в них быть. И которые когда-то были изучены, рассчитаны, расписаны и приведены учеными в таблицах. А каждое десятилетие на одних и тех же исследуемых почвах их количественные показатели снижаются в разы. И это зафиксировано сотнями исследований по всему миру. И это и есть беда, которая молчат и которую не видят многие ученые. А вся проблема в тотальных вырубках лесов, именно лесов, в первую очередь широколистых. Постепенно почвы распахиваются, эксплуатируются бездумно, не по-хозяйски. И минералы из почвы год за годом, столетия за столетием удаляются вместе с изъятыми на потребление человеку и скоту плодами и травами. А как же их вернуть в почву? Как и чем их дать почве взамен изъятого? Пополнить полноценный минеральный состав в возделуемых сельскохозяйственных почвах? Это либо минеральные и химические удобрения, и то далеко не все минералы вносятся в почву в сельском хозяйстве, а в основном макроэлементы фосфора, азот, калий. Либо вносятся в малых масштабах некоторых фермерских и крестьянских хозяйств через навоз крупного рогатого скота и птиц. И очень редко вносятся иным способом в частных малых хозяйствах. Например, с опилками, щепой, сеном, камышом, листовым опадом в виде мульчи или компоста, а также с сопропелем и иными способами. А как внести все микроэлементы от борода до цинка в промышленном масштабе? Это просто невозможно, экономически невыгодно. Никто этого и не делал, никогда и делать не будет впредь. Да и в любом случае, в бескрайних распаханных полях, да еще переполненных минеральными химическими удобрениями и обрабатываемых пестицидами, гербицидами, почва мертва, потому неизбежны болезни и иные проблемы. Потому выходит просто замкнутый порочный круг интенсивного хозяйствования. От суперкомбайнов до суперзаводов химических и пищевой, химической промышленности. Есть еще одна проблема. Это монокультурное земледелие и промышленные леса. Они очень уязвимы по отношению к уредителям и к инфекционным заболеваниям. Они лишены симбиотических связей с сотнями и тысячами видов иных растений, животных, микроорганизмов. Но как это есть в природе, они малоустойчивы к засухе, к ветрам. И потому теперь корпорации решают эти проблемы по-своему. Ученые этих корпораций создают ГМО-растения, которые более устойчивы к этим проблемам. Они решают экономические проблемы корпораций и государств с продовольствием и сырьем, а заодно разоряют крестьянство и убивают саму будущее планеты. Они сокращают народонаселение под якобы благовидными, но изуверскими по сути целями. То есть ликвидировать голод, но ими же созданы. И убедить в этом население подлыми приемами, подменой понятий и манипуляциями общественного мнения, обманутых, малообразованных людей, порождая в поколениях геномные изменения, как у животных, поедающих эту биомассу, так и у человека, который ест и использует эту чудовищную трансгенную продукцию. Не поддавайтесь, дорогие друзья, на сладкие речи идиотов или предателей, о якобы безопасности и даже пользе ГМО-продукции. Это противоречит здравому смыслу, честной науке, логике и диалектике. Но вернемся к вопросу о минералах и плодородию, а значит к нашим лесам. Но вы спросите, а как же районы, те цивилизации, где нет или не было лесов? Ответ всегда есть. И всегда он прост, если дело идет о законах причинно-следственных связей, законах природы. Только нужно научиться читать ее живую книгу, и тогда ответы появятся сами собой. Когда-то существовали районы, территории, которые питались минералами, принесенными вешними водами с разливом рек. Это территории пойменных лугов, к примеру, заливных лугов Вологодской области, на которые вода приносила сверховье рек из лесов. Органические и неорганические минералы и соединения. Они осаждались на прибрежных участках после прекращения половодия, где и произрастала сочная и питательная трава, к примеру, для выпаса скота. Да. Или разбивались обширные огороды. Именно с таких заливных лугов и получали самое вкусное сливочное масло, которое тысячами тонн шло на экспорт в прежние времена. А вкус любого продукта обусловлен как раз минералами и эфирами. Но таких заливных лугов теперь почти не осталось. Тут сразу можно вспомнить о цивилизации Нилы Междуречи. И это будет верно. Есть места на планете, где плодородие и богатый состав почвы вызван другими процессами. Например, выветриваниями скальных горных пород и отложениями минеральной пыли на наветренных склонах террас. Это, к примеру, известные земледельческие районы Ант-Тибета. Но это отдельная тема и не для нынешней главы. Вот и остается для нас с вами одно возможное светлое будущее. Это возрождение лесов и лесополос для здорового и благополучного сельского хозяйства. А думали ли об этом люди раньше? Конечно, думали. Сельское хозяйство почти всегда везде было интенсивным, нерочительным, порой бездумным, по крайней мере, в последние столетия. А вырубки лесов на жилье и дрова за столетия привели к сокращению площадей лесов на территориях более-менее заселенных людьми. Такими темпами, что уже к середине 19 века в обществе активно обсуждались две глобальные проблемы. Это обезлестивание и обезвоживание России. Без лесов быстро размывается и выветривается плодородный слой почвы. Растут балки, овраги, иссыхает земля, перестают бить родники и, как следствие, мелеют и высыхают реки. Многие мелкие и средние реки за последние 100 лет, особенно за последние 50 лет, измелели настолько, что превратились просто в ручьи. Одни названия остались. А многие из них были раньше судоходными. Быстрые реки смывают почву в океаны, увеличивая биомассу фитопланктона за счет большого количества питательных веществ, поступающих с речными водами в океаны, поднимая температуру атмосферы. А медленно текущие реки просто заеливаются нанесенными в них с возвышенностей дождями и талыми водами почвой, уже не закрепленной корнями растений. Вода в почве, не имеющей прежней защиты от солнца и ветров, быстро испаряется. Почва иссыхает, выветривается, а плодородная почва без лесов не может быстро сама собой восстановиться. Разрушить можно все быстро, а восстановить долго и трудно. В первобытные времена, особенно после циклических катастроф прошлого, которые отбрасывали общество на многие цивилизационные ступени развития назад, не имея знаний, желаний, возможностей, люди просто сжигали участки леса и там выращивали несколько лет качественную пищу. Но по мере обеднения этой почвы, они сжигали все новые и новые участки. Так и исчезли когда-то бескрайние леса, а с ними уходила и вода. И скоро приходила засуха. Появлялись суховеи, эрозии почв, неурожаи и голод. При строительстве русского флота, при Петре Первом, почти все прямоствольные мачтовые дубы были вырублены. Почитайте Гелировского и Лескова и поймете, в каких масштабах вырубались леса для одной только Москвы. Первые глобальные попытки изменить ситуацию на самых пострадавших южных территориях России предпринимались еще Докучаевым с товарищами по реализации первой подобного рода государственной программы в конце XIX века, когда в Воронежских ковыльных степях начали высаживаться опытные лесополосы дубов, ясени и других деревьев и кустарников. Послужило развитию этой программы голодные, неурожайные годы конца XIX столетия, особенно 1891 год, когда вымирали от голода целые районы Черноземья. Жаль, что об этом факте не любят говорить сегодняшние либеральные литераторы, политологи, историки, зато любят клеймить советские годы и власти о якобы насильственном голодоморе, организованном не объективными причинами, силами природы, а людоедской сущностью злобных советских властей. Порядочным, интеллигентным, разумным людям просто непростительно этого не знать. Сейчас я разберу эти аспекты. Последующие урожайные годы, которые всегда рано или поздно сменяют неурожайные, и извечная наша авось, короткая память, а также Первая мировая война остановили дальнейшие интенсивные научные и практические работы. Затем пришла гражданская война, было не до глобальных научных проектов. Но вот случились очередные неурожайные 20-е голодные годы, особенно 21-й год, и они заставили уже новую власть ответственно взяться за прежние планы и труды, и многие выдающиеся ученые продолжили дело Докучаева в опытном каменно-степном заповеднике Таловского района Воронежской области. После Великой Отечественной войны был вновь очередной голодный 1946-й неурожайный год, особый год. Я понимаю, что просто необходимо привести отрывок из статьи И.М. Волкова «Засуха. Голод 1946-1947 годов». Извините за грубые слова, но не могу, не считаю нужным иначе выразиться. Ведь найдутся же идиоты или подонки, ничего не понимающие, не желающие изучать, но злобные и уверенные. Некоторые из них станут утверждать, что этот голод – спланированная акция голодомора от Изувера Сталина. Итак, цитата. «Одним из многочисленных белых пятен более чем в 70-летней истории советского общества является стихийное бедствие засуха 1946 года, охватившее южные районы страны и ее тяжелые социально-экономические последствия. Засуха охватила почти все зерновые области страны – Украину, Молдавию, правобережье Нижней и Средней Волги, Ростовская область, центрально-черноземную зону. Ее влияние, правда, в несколько меньших размерах ощутимо сказывалось и на многих областях нечерноземья, особенно в его южных частях – Восточной Сибири. По силе и масштабам охвата территории засуха 1946 года была больше, чем 1921 года и напоминала засуху 1891 года. Во многих районах дождей не было 60-70 дней подряд. По данным Института земледелия центрально-черноземной зоны Таловский район Воронежской области, с момента посева ранних зерновых и весь май не было ни одного дождя. Относительная влажность воздуха упала ниже средней на 22%. В заслушливом 2021 году за май июнь выпало в два раза больше осадков, чем в 1946 году. Первый эффективный дождь выпал только 29 июня. К тому же осень 1945 года оказалась в этих районах сухой, а зима малоснежной. Запасы влаги предыдущего года оттаяния снега были невелики, а для Молдавии и некоторых областей юга Украины это была уже вторая засуха после 1945 года. Цитата закончена. Кстати, несмотря на неурожайные голодные годы и только что закончившуюся ужасную войну, продовольственные карточки были отменены 1 января 1947 года, когда как во Франции только в 1949, а в Англии в начале 50-х. Причем в этих и других европейских странах продукты даже по карточкам стоили так дорого, что их просто было невозможно купить простому труженику. Были голодные годы в Европе. Последние карточки на конфеты и сладости в Англии были отменены, внимание, в 1954 году. Это так, к слову. Так вот, этот неурожайный 1946 год, вызванный теми же аномальными природными катаклизмами и усугубленный отсутствием лесов на юге России, что и в прежние уже позабытые годы, явился последней каплей в решимости правительства навсегда изменить положение дел. Больше было медлить нельзя. Важно сделать акцент на том, что только в Воронежских, причем самых неблагоприятных для земледелия в плане аграрно-климатических условий местности, до появления заповедника на опытных участках того самого Таловского района, в которых ввелся уже 50-летний эксперимент к тому времени, урожаи были получены в три раза выше, нежели в соседних районах. Это и послужило последней точкой и основой создания и утверждения грандиозного сталинского плана по преобразованию всего юга России и СССР. Миллионы гектаров земли должны были всего за 15 лет быть засажены лесополосами и секторами лесных насаждений, должны были запрудить множественные балки и овраги, как это было сделано еще Докучаевым и его коллегами в Воронежском заповеднике. Должны были создать многочисленные пруды и поселки нового коттеджного типа для тружеников этих районов. Была бы совсем иная жизнь и была бы совсем не за горами, но этот гениальный и человеческий план после смерти, вернее убийства Сталина, прервал Хрущев. Как и многие иные светлые и грандиозные хозяйственные преобразования прежних лет, были убиты кукурузными полями и химической промышленностью, бездумным и вредительским природопользованием. Но несмотря всего на 5 лет активного воплощения проекта 15-летнего плана, на юге навсегда прекратились и уже не повторялись прежние неурожайные годы, которые ранее были с периодичностью постоянно. Поклонимся всем людям, вложившим свой ум, труд, волю и жизнь на это благое дело. А вот американцы и китайцы переняли наш опыт и воплотили его у себя, пусть не в таком масштабе. Причем взяли его бесплатно. Переняли уникальный план, результаты титанического труда тысяч наших русских и советских людей. Опыт поколений. А что же дали лесополосы? Что дают леса? А они дают и защиту от ветров и от солнца. Они накапливают и плавно отдают воду из лесной подстилки. Они меняют суровый климат в глобальном масштабе на более мягкий. Но возвращаясь к нашей теме, они поставляют в почву минералы с глубин земли, порой с 30-50 метров глубины. Мощные деревья вытягивают минералы и с листовым опадом поставляют их в верхние слои почвы на расстоянии до 50 метров от себя. Еще и для этой цели необходимы лесополосы, особенно в южных районах, тем более при нынешнем глобальном потеплении. 4. Что могут дать леса человеку? Так зачем нужны леса? А нужны они для безбедной и счастливой жизни человека. Говоря о простых прикладных критериях использования этого богатства. Лес – это полноводность рек и ручьев. Это лечебный воздух. Это ягоды, грибы, орехи, лекарственные травы, смола, деготь, живица. Строительные материалы – это жилье. Возобновляемое топливо, то есть дрова. Это также семена на продажу, для воспроизводства, на экспорт. Это и кленовый сироп, березовый сок. Это и береста для поделок. Это предметы искусства из древесины. Это бортневой, особенно качественный целебный мед. Это перегной на огороды – лучшие удобрения наряду с озерным илом сапропелем. Это сотни других предметов, товаров и вариантов применения неисчерпаемых, возобновляемых богатств дорог природы. Наконец, это умеренный, мягкий климат. И это природный кондиционер. Вот только нужно не по-хамски, надменно и нагло брать от природы все, что можно и что нельзя, а рачительно, разумно, с любовью, чтобы при хозяйственной деятельности не страдал лес, а напротив, рос и укреплялся. А это вообще возможно, спросите вы? Да, конечно. Об этом мечтал еще Вернацкий в своем учении о ноусфере, сфере разума, то есть гармоничном существовании биосферы и техносфер. Пятое. Роль лесных заповедников и зачем я создаю лесной заповедник. Роль любых заповедников заключается в сохранении и воспроизводстве природной естественной среды обитания для всех живых существ данной природной территории. За свою жизнь я уже создал много серьезных проектов и направлений. Все они так или иначе были связаны с природой. Но я считаю своей главной задачей, главным делом моей жизни именно создание уникального лесного заповедника. Цель этого непростого, затратного и небыстрого, очень дорогого проекта, но душевного и такого важного дела это восстановить утраченные последствиями крупных оледенений в средней полосе России и на севере современной территории России настоящих, теперь неведомых большинству людей широколиственных и смешанных лесов с различными дубами, бундуком, кипарисовиками, дугласиями, метасыквоями, кленами, каштанами, катальпами, тисами, сотнями и тысячами иных видов растений, а такие леса существовали еще 10-12 тысяч лет назад. Это не восстановление простых дубров и лесов наподобие даже легендарной Беловежской пущи, а этот проект гораздо глобальнее восстановить доледниковые и вечно обновляемые, самообновляемые лесные сообщества, которые дадут людям новые возможности, крепкое здоровье и очень продолжительную созидательную жизнь. Это не фантазия, а реальные знания, труд и идея, которая будет воплощена. Задач такого заповедника множество. В первую очередь, надо показать горожанам, как можно интереснее и даже богаче в материальном плане жить на природе, чем бессмысленно существовать в бетонных и пластиковых городах и не зависеть от курса валют, цены на нефть, бессознательной, какой-то одержимой жажды гнаться за призрачными и никчемными иллюзиями вечного потребления ненужного хлама и прочим безумием неестественного, искусственного и убийственного для любых биологических существ мира, среды мегаполисов. А жить просто, жить сейчас. Питаться полноценной пищей, растить разумных и здоровых детей, жить полной и счастливой жизнью с высоким идейным и духовным смыслом и великой идеей. Этот проект будет примером для других людей. Его можно и нужно будет масштабировать во всех регионах страны и в других странах, и тогда мы сможем, сможем изменить, сможем преобразовать свою планету, свой дом, свою жизнь и выполнить свое земное подлинное предназначение в этом мире, пройти свой урок. Урок человека-творца, а не человека-разрушителя и человека-паразита. Климат сейчас заметно меняется, и уже мы наблюдаем стойкую пятую климатическую зону на территории, к примеру, Псковской области и почти всего Русского Севера, где еще 25 лет назад была классическая четвертая климатическая зона. А многие виды растений генетически вообще способны адаптироваться и к более суровым климатическим условиям, как это было с растениями Дальнего Востока, куда не дошли ледники в свое время. И плавно менялся климат. Даже многие, кстати, плодовые растения способны переживать и 40 и даже некоторые 50 градусные морозы без укрытий, например, хурма Вергинская. Получая семена с интродуцированных растений, можно продвигать непривычные для данного региона виды все дальше на север. Создавая специфические биотопы, можно менять местный климат и высаживать растения в шестую и даже седьмую климатическую зону. Например, павловни, тюльпановые деревья в пятой климатической зоне. И такой опыт накоплен он есть. Кстати, а вы знаете, почему и за счет чего на полях может быть температура зимой, скажем, минус 20 градусов, а всего в 100 метрах в лесу от точки замера? Например, 12 градусов по Цельсию. В то же самое время, вот ответьте на этот вопрос, разгадайте такую биологическую интересную задачку. А я расскажу об этом и о многом другом в своей отдельной, полноценной, уже полной книге «Жизнь на Земле». Ну и дам ответы в других видео. Мы уже сейчас создали питомник, промышленные теплицы, большое хозяйство на базе моего экоотеля и всего экохозяйства в Пушкинских горах, а это тоже Псковская область. Закупаем во многих регионах и у коллекционеров, питомниках, в том числе и в питомниках Канады, США, редкие, ценные, исчезающие виды растений. Адаптируем десятки тысяч растений для пересадки в наш заповедник, который находится на территории Лакнянского района Псковской области с двумя прекрасными озерами ледникового происхождения. Уже с середины до конца 2018 года построены первые рубленные дома для персонала и хозяйственные постройки. На въезде в заповедник строится забор, колодцы с водой, пирс на озерах. А с 2019 года мы уже начинаем расширять штат сотрудников и волонтеров. Имейте это в виду. Планы у нас большие, огромные, работа идет полным ходом, но и ваша поддержка не помешает. Волонтерская, да и не только. Помогут нашему проекту и средства, вырученные от продажи наших продуктов, питания и других товаров, семян и саженцев. Ведь именно на эти средства и строится заповедник. Это и будет ваша поддержка. И вам хорошо, и нам с протянутой рукой стоять не надо. Вам экологически чистые продукты, природные лекарства, продукты для здоровья, вкусные и полезные. А нам финансовые средства для строительства, зарплаты сотрудникам, приобретение инвентаря, оборудования, посадочные материалы, техники и так далее. Только в прошлом году мы закупили примерно на 700 тысяч рублей только пакетов и горшков по оптовым ценам для посадки саженца. Нашу продукцию вы можете заказать на сайте nadgar.ru. А также семена и саженца уже с этого 2019 года можно заказать на нашем другом сайте, вот этом. Ссылки будут под данным видео. Вы также можете отдохнуть в нашем эко-отеле в Пушкинских горах, заодно посетив места Великого Пушкина, узрев красоты, дивных мест, посмотреть нашу опытную станцию, филиал заповедника, питомник. А помимо прочего приобрести качественный посадочный материал для своего хозяйства, дачи, участка. А в своих видео на моем канале в YouTube я расскажу более подробно о проекте. Буду снимать видео о развитии нашего заповедника. Обязательно подписывайтесь на канал заповедника. И вы увидите, узнаете очень много нового, интересного, что и сами сможете применять у себя в своих масштабах. Пункт последний. О минералах и здоровье. Вообще все темы здоровья и лечения болезней я затрагиваю в своих многочисленных лекциях. Обязательно посмотрите такие, например, как дисбактериоз, гипертония, часть вторая, зубы, инфаркт миокарда и другие лекции. Но приведу сейчас только мое описание уникального продукта, который для современного человека является, если уж не панацеей, то уж точно продуктом, который укрепит здоровье и излечит многие болезни, о чем свидетельствует многолетняя практика применения тысячами людей. Именно этого, не сухого, гелеобразного фукуса натив. Фукус – это бурая морская водоросль. А морская вода содержит, как, может быть, вы слышали, все минералы вообще именно в такой пропорции, что и наши, к примеру, плазма крови. Один в один – это факт. Но организм животных, как и человека, может усвоить минералы только в органической форме, то есть в хилатной форме, в соединениях со сложными органическими молекулами белков, углеводов. А в морской воде минералы находятся именно в неорганической форме. И только растения на нашей планете способны преобразовывать их, то есть неорганические минералы, в органическую форму, делая частью себя, своего тела. Животные, в том числе и человек, потребляя растения, не подвергшиеся термообработке, получают эти минералы, конечно, если они есть в данном продукте. На суше таких мест, где почва богата всеми минералами, всеми необходимыми микроэлементами, как я пояснил выше, уже почти нет. А значит, нет и таких в полноценном по минеральному составу плодов. А вот водоросли, в основном морские, особенно фукус, содержат в себе все макро и микроэлементы, просто незаменимые для полноценного здоровья и долгой жизни. Все эти вещества находятся в естественной, то есть коллоидной, органической форме и теоретически могли бы усвоиться почти на 100% в организме человека. Но проблема в том, что минералы из морских водорослей не могут усвоиться организмом человека из-за особых клеточных мембран этих водорослей. И не подходящей для этого нашей ферментной системы организма. А ведь их усвоение было бы решением огромной проблемой. Кучей проблем. Ученые всего мира на протяжении уже 40 лет старались получить из клеток фукуса все необходимые для жизни человека минералы, так чтобы они остались в хилатной форме. Но удалось это сделать, создав уникальную технологию бестемпературного отделения минералов одному лишь человеку на нашей планете. Моему коллеге, доктору наук совет. Только наш гелеобразный вакуумный СО2 экстракции фукус сделан именно так, чтобы все минералы сохранились в доступной форме для усвоения нашим организмом. А из-за недостатка минералов развиваются многие проблемы, гормональные в первую очередь. А эту причину врачи не понимают, потому что не учатся этому, не думают. Знают только что-то про йод, селен и не более того. Да и то урывочные неполные знания имеют. Достаточно, к примеру, принимать фукус от 2 до 3 месяцев, а иногда в редких случаях и месяцев хватает, чтобы прошли любые проблемы, например, с щитовидной железой, от узлов до диффузного зоба и таких примеров сотни. Болезни ЖКТ это первым делом стоит начинать применять фукус. Это профилактика рака и многих других болезней. Это единственный из простых способов, как обеспечить, причем быстро обеспечить наш организм жизненно важными минералами. Этот фукус еще и энтеросорбент, который выводит из организма яда и токсины, аналогов этому фукусу в мире нет. Как и нет людей, у кого не было бы дефицита минералов в современном мире, к сожалению. Если бы мы питались продуктами, выращенными на лесных полянах и опушках реликтовых нетронутых лесов, то и фукус был бы не нужен. А в современном цивилизованном, так сказать, мире будет еще и не то, если не начать менять мир вокруг себя, высаживать деревья, возрождать леса. Как сохранить, а вернее сейчас стоит первостепенный вопрос, как возродить плодородие и полноценный состав почв? Как вырастить крепкие леса? Получить богатые в пищевой своей ценности урожаи? Об этом я буду рассказывать в своих лекциях дальнейших, на практических занятиях в своих хозяйствах в Пушкинских горах и в заповеднике, и подробно изложу эту информацию в своей будущей книге. Рассказано это также в моих двух инфопродуктах номер три и номер четыре. Я очень рекомендую вам их приобрести, если вы тем более занимаетесь хоть какой-то сельскохозяйственной деятельностью, не промышленной, а даже на своих шести или там двадцати сотках. Способы есть, и создать живую волшебную почву можно, и в этом нам опять же помогут леса, оставшиеся, еще имеющиеся, а также естественные и искусственные водоемы. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Статья моя данная кончилась. Когда-то обязательно выйдет моя книга, будут видео. Если вы не подписаны на моем канале, данным, на котором вы сейчас смотрите это видео, обязательно это сделайте, а также нажмите колокольчик рядом, потому что только тогда вы будете получать уведомления о выходе моих видео и никакие из них не пропустите. Ну а на второй канал, если вам тема по земле, по экостроительству, по органическому земледелию, по лесам, озерам, водоемам интересно, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой второй канал «Жизнь на земле». Также я предлагаю под данным видео в переписке в форуме писать свои комментарии, оставлять пожелания, какие-то советы, ну и так далее. Если вы хотите поддержать наши огромные проекты, которые имеют многомиллионные затраты, которые я тяну, что называется, на себе, и выделяю все те средства, которые я могу выделить от всех моих видов деятельности, бизнеса, так сказать. Поэтому можете поддержать, покупая у нас продукты, товары, приборы по воде, то есть для здоровья своего, и заодно поддержите этот уникальный проект. Ну а в дальнейшем мы сможем приглашать вас на экскурсии, пожить в лесном заповеднике, увидеть все это своими глазами. Ну а пока мы будем с вами видеться через наши видеосюжеты, которые будут сниматься в этом заповеднике уже с этого 2019 года в полной мере. Ну что ж, дорогие друзья, всего вам хорошего, крепкого здоровья, до новых встреч!